Приветствую друзья, ППК Лазер на связи. Сегодня мы разберем как настроить компьютер для первого запуска оптоволоконного маркировщика или любого другого маркировщика на базе контроллера BJJCZ. Для начала зайдем в мой компьютер, откроем свойства и откроем диспетчер устройств. Тут нам нужно будет найти устройство, для начала включим наш станок. Устройства обновились и мы видим неизвестное USB устройство, нам нужно поставить драйвер. Обновить драйвер, найти на этом компьютере, обзор и выставляем нужную папку. Далее все, все готово, драйвер установился, BJJCZ девайс появился и наш конкретный станок. Это мы все можем закрыть. Далее я бы сказал, что нужно установить ESCAD, но устанавливать его не нужно. Мы просто открываем папку, вот в папке у нас есть ESCAD. Можно для удобства создать ярлык и поставить его на рабочий стол. Все, у нас на рабочем столе есть ESCAD, его даже можно уже запускать. Соглашаемся. Все, у нас открылся ESCAD, заходим в файл, систем параметров и нам нужно установить workspace, то есть это рабочее поле, которое у нас стоит. У нас поле 100 на 100, тут оно выставлено правильно. Далее параметры F3, тут мы тоже вставляем поле 100 на 100, как оно у нас так и стоит. Наши лазер контрол, вставляем файбер, обязательно ставим в нашем случае Raycus, поэтому ставим Raycus. Тут стоит от 20 до 80 автоматом, но у нас на Raycus сейчас от 30 до 60 килогерц. Значение вы можете посмотреть в паспорте устройства. Порты, все остальное нам сейчас не нужно. И давайте попробуем что-нибудь отгравировать. Свернем, у нас тут есть макет в CorelDRAW. Откроем его. Вот такой у нас макет, нам нужно его экспортировать. Экспорт. Рабочий стол. Файл в формате DXF. Все, файл у нас экспортирован, CorelDRAW закрываем, вот он у нас здесь стоит. Мы его сюда импортируем, импорт вектор файл выбираем обязательно. Убираем рабочий стол. Находим этот макет, открыть. Все, он у нас импортировался, можем менять его размер. Дальше очень важный момент. Мы можем сделать ему заливку. Выбираем макет, заливка. Здесь есть разные рисунки, как он будет его заливать. Мы сделаем прерываемую, горизонтальную. Все пойдет. Вот так у нас залился макет. Далее. Мы убираем галочку и поставим свои настройки. У нас черным цветом идет заливка. Оставим 500 миллиметров в секунду. Поставим 30 мощность. Давайте попробуем поставить 20 частоту и запустить. Программа не дала нам запустить, потому что мы установили частоту от 30 до 80 килогерц. Поставим 30 килогерц. Все, у нас заливка будет такой. Синим у нас идет обводка. Поставим мощность побольше, 50 и также 30 килогерц. Все. В целом, можем нажать F1. Это ритм. Он покажет прямоугольник, где у нас будет маркироваться. И можем уже отмаркировать. Основные моменты настраиваются вот так просто и легко. Более глубоко будем разбираться в следующий раз. На этом все. До скорых новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова